Сергей. Позывной. Артист. Артист. Да. Вот. Что ты здесь делаешь? Защищая родину, Новороссию. От кого? От фашистов. Скажи, почему ты решил воевать? Почему ты пошел, а не остался, как многие? В Харькове? Вообще на эту войну? Да потому что там будет трынде, с нами всем. Если мы сюда не придем. В каких боях ты участвовал? Я уже забыл, даже в многих. Вот какой самый страшный бой? Самый страшный. Шесть дней назад. Товарища до сих пор не можем забрать. Там возле машины остался. Да бомбили возле Бальцева этих родов. И попали в обратку. Разбомбила машину. Я, слава богу, не дошел метр или полтора, не помню. Так бы меня бы уже на разнесло бы. Еще одного товарища забрали. С разбитым всем. Еще один, как негр, стал черный. Комбату нашему, командиру батареи. Задницу расшарашило. Ну а мне так, по чуть-чуть. Слава богу, был бронежилет и каска. Носите каски и будете целы и здоровы, как и я. Почти. Ну так, по чуть-чуть. Вот самое страшное. До сих пор товарища не можем забрать. Это вот, конечно, я переживаю сильно, что он там остался. А потому что мы можем подойти. Там засады стоят. А он живой? Нет, он так и остался стоять. Снаряд попал прямо в машину. Он в это время ящик пустой ставил админ. Никто не помогает. Никто не может подойти, потому что там с двух сторон они теперь держат и ждут, пока кто-нибудь будет подходить. Там и минометы наши остались, и оружия много. Скажи, а как ты попал к казакам? Казакам? Так, сначала сидели Волчевские, потом Волчевские меня передали Брянковским, чтобы я вместе с ними ездил с минометом. Потом, пока была у меня рука обожженная левая, меня отдали сюда в аренду на 3-4 дня, пока заживет. Ну так я с ними остался, мне с ними понравилось. По крайней мере, здесь такие все равные. Там были и такие офицеры уже были. То есть, чем казаки лучше? Казаки проще. Проще. Если там офицеры, то здесь как бы мы более-менее равнее. Ну, равные между собой. Да, здесь мы как-то повеселее. Хотя там тоже было неплохо, но я решил остаться здесь. А ты знаешь историю батальона? Историю батальона? Ну, фактически, да. Расскажи. Рассказать. Именно Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот минометом и погибнет. Раньше минометом не было плохо, так бы раньше погибли. Без Чульского озера. Ну, а все ответы, когда он образовался? Образовался в апреле, по-моему, в Волчевске. Первый освободительный батальон имени Александра Невского. Ну, потом меня сюда вызвали, я приехал к ним. Тогда он и образовался. А теперь уже здесь казачий полк стал имени Ермака. Вот я в нем. А вот когда казачий полк имени Ермака начался так называться? Где-то, сейчас скажу, дней 7 назад, плюс-минус. А до этого как назывались? А до этого первый освободительный имени Александра Невского. Но я в нем еще как бы и остался. Я-то не казак еще. А вот после войны ты что хочешь делать? После войны заняться любимым делом. Каким? В чате работать. И веселить детей. Сначала нужно уничтожить всех врагов, а потом уже веселить детей. Потому что я не могу работать, когда у меня куча врагов, которые хотят из меня сделать непонятно кого. А вот в театре ты какие роли играешь? О, ноги какие. Есть любимые? Есть? Бабочка. Я и здесь порхаю, как бабочки. Пока еще не убили. Ну, вообще, в театре какие роли тут доводилось играть? Ну, я же говорю, от бабочки до змея Горыныча. А тебе нравится больше? Все. Все роли мне нравятся. Или трагедии. Ну, я сразу... Я много голосов меняю. Я озвучиваю сразу и положительную роль, и отрицательную роль. Там все самые такие роли грубые мои, а более положительные и, ну, так сказать, мягче роли ее мысль. А там это где? В Харькове. В первой столице. Которая этим же не покорится. Упырям. А Гамлет играл? Нет, Гамлет не играл. А хочешь? Я играл дьявола. А, я, кстати, Шекспира же люблю. Помните? Я же обещал вам прочитать Шекспира. Я тогда забыл, но пост спешил. Нет повести, прекраснее на свете, только она прекрасная. Чем повесть о убитом правосеке. Или забитом до смерти правосеке. А ты знаешь какую-нибудь из таких повестей? Что-что? Знаешь какую-нибудь из таких повестей? Да ну, много знаю чего. Расскажешь. А повести? Да. Про правосеков. А, про правосеков? Страшные люди. Я, кстати, их видел, ничего хорошего они нам не принесут. Поганые. Поганкие они, одним словом. Ну, там можно добавить, но здесь же моты нельзя говорить. Я, как культурный человек, не могу. Ну, только там где-нибудь, на поле боя могу что-нибудь ляпнуть хорошее для них. Они не достойны прекрасных слов. Лучшее для них слово, это помойка. Там их место. А чем они так плохи? Почему ты их не любишь? Да потому что они уничтожают все самое прекрасное. Все, что есть, вот все, что было у нас даже в Харькове, что было самое прекрасное, его сейчас нет. То есть прекрасные люди, прекрасные там девочки, мальчики, где они все? Кто-то поудирал, кто-то пропал без вести, кто-то здесь уже полег здесь. Даже под Славянском и везде-везде тоже много хорьковских полегло. Кто не успел, тот, как говорится, опоздал. Кто-то сидит. Нет, я в Славянске не был. Проездом был в феврале. Там мне туда везли, машина поломалась. Но я по работе ехал. По своей, по культурно-массовой. По культурно-массовым мероприятиям. А там у нас были культурно-массовые беспорядки на площадях. Из-за них же ж, не из-за нас. Они же начали первые, не мы. Они убийцы. Мы только хотим уравнять, чтобы не было убийц. Было только прекрасное в нашей стране. Я даже когда меня вызвали за этот правый сектор, когда мы разгромили штаб этот, да? Даже когда меня вызвали, я и то написал. Нет фашизма, у него нас есть мы в Харькове, на Украине. Они аж прямо разодрали меня, конечно. Но что-то не тронули. Видно, не подписали им прокурор, чтобы меня повязали тогда. Какой победа ты готов воевать? Как говорится, по-нашему, по-новому. Или победа, или смерть. Ихняя, конечно, но не наша. Вот самый главный лозунг мой. Какие границы хочешь идти? Ну, я думал бы в Берлине, конечно, остановиться. Но хотелось бы до Парижа. Там Ющенко, он нам денег должен, товарищи. Пусть отдает, падла. Иначе мы его... Он будет не мужиком уже тогда. Когда мы его достанем там... Паскуда он. И также его брат два, Порошенко. Ну, уже слышали, кто он. Тоже Параша. И опять же победа будет наша. А роль в этой войне какую хотел бы? Роль? Уничтожать их. Желательно зажигать. Мне больше ничего не надо. Мея Горыныч, кстати. Я вообще-то... Ну, там был Мея Горыныч, он хороший был. А я же хороший выиграл. А волк уже там... Ра-а-а. Время есть по себе и скучать? Каждый день. Каждый день. Враги, семья, враги, семья. Только о них и думаешь. Даже иногда не сплю уже. И не естся уже. Победа, победа, победа. Ну, или ихняж, сами знаете. Смерть. С косой. Или биться? Нет, не собираюсь. Мы хотим идти там по одним делам. Передавать. Харьковчане, держитесь, мы с вами. И те, кто против нас, пусть уже держатся. Они спят ночами и ждут своей последней кончины в этом мире. И харьковских помоек.